Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале GadgetX. Итак, сегодня ко мне на распаковочку попал Meizu M6... M6S. Вот, и сейчас мы его, значит, распакуем, да? Посмотрим на его внешний вид, что у нас там содержимое. Я не знаю, вы уже, конечно же, успели увидеть миллион видео на эту тему, но ко мне только вот приехал этот телефон. И поэтому будем обозревать у меня его как бы заново для вас. Вот, может быть, кому-то это видео будет неинтересно, кому-то интересно. Ну что, поехали распаковывать его на основную камеру. Так, я сейчас достал свой мега-крутой нож метательный, вот он. И мы его тут немножко так подденем. Вот это вот дело все. Аккуратненько так постараемся разрезать. Вот так вот клееночку. Здесь на коробке у нас информации особо нету. В основном только пишутся там бенды. Вот, и ничего такого особенного. Ну и, в общем, у нас здесь версия на 3, 32 гигабайта. 3 гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта встроенной памяти. Бумажки мы убрали. И вот, собственно, коробочка распакована. Так, вытряхиваем его. Вытряхивается довольно-таки тяжело, но это из-за того, что здесь пломба стоит. Мы эту пломбу сейчас тоже ликвидируем. Вот так вот. Давай. Что ж такое? Очень туго выезжает, но это хорошо. Главное, чтобы было хорошо запаковано. Нас встречает мобильное устройство. Вот такое вот. Здесь у нас датчики имеются, камера, динамик. Здесь у нас 3, 5 джек, микрофон, микро-USB, да, микро-USB, микро-USB. Решёточка под динамик. Сзади у нас, как видим, камера и вспышка. Собственно, снимем, наверное, сейчас клеёночку. Вот эту вот спереди. И сзади тоже. Ой, то есть сзади сняли, и спереди тоже надо бы снять. Надо бы снять и посмотреть, как плотненько приклеили. Впереди плёнку. Так, ну, нормально. Отодралась, в общем. Так, и значит, у нас он работает в чипсете, как мы видим, Exynos 7872. Тактовая частота 1,6 ГГц. У нас 5,7 дюймовый дисплей. Соотношение на сторон 18,9. Разрешение HD+. У нас, так, основная камера на 16 и на 8 мегапикселей. 3 гигабайта RAM, 32 встроенной. Есть ещё версия на 64 гигабайта. Поддерживает карты памяти до 128 гигабайта. Есть у нас сканер отпечатка пальцев. Батарея на 3000 мАч. M-Charge поддерживает. Flyme 6 у нас стоит. Так, а что же у нас там в коробке? Здесь у нас... Здесь у нас... Что у нас здесь? Скрепка есть. Окей. Ну и, конечно же, бумажки. Бумажки нам особо не интересны. Там ещё, по-моему, гарантийный талон, наверное, лежит где-то в глубине. Это мы обратно положим. Здесь нам особо смотреть нечего. Ну и тут, конечно же, всё по коробочкам раскидали. Вы смотрите. Всё в коробочке положили. Вот китайцы. Так, здесь у нас кабель microUSB. Закрываем. Здесь у нас что? Здесь у нас зарядка. Зарядочка у нас такая увесистая. Довольно-таки. И тут информацию сейчас посмотрим. Что у нас здесь пишут? У нас здесь пишут... Так, так... Вот тут 5 вольт. 5,9 вольт, кажется, да? А, 12 вольт, 2 ампера у нас получается здесь, да. Кажется так. Так, это мы закрываем. И откладываем, конечно же, в стороночку. Ну и переходимся, конечно же, к нашему аппарату. Сейчас мы включим его. Так, ну-ка. Заводись. Я надеюсь, ты не разряжен. Не разряжен. Так, ну и пока, конечно же, внешний вид посмотрим. Тут же, ну, спереди, в принципе, он мне как-то очень даже напоминает Xiaomi Redmi Note 5. Правда, расположения немножко другие. Ну, можем даже сейчас срав... А, нет, 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 наверное, сейчас не сравним, потому что он меня снимает. Вот. Ну, как видите, я думаю, если вы видели Redmi Note 5, он довольно на него похож спереди. Единственное, что у него расположение датчиков, ну и камеры немножко отличается. Вот. Ну, а так, в принципе, очень даже похоже. Здесь у нас качелька регулировки громкости. Здесь у нас лоток под сим-карту. Камера. Вот это выглядит, конечно, круто. Выглядит очень хорошо. И, если честно, выглядит сзади он даже лучше, чем Redmi Note 5. Вот, реально лучше. Хотя, я думаю, сейчас мы даже сравним. Я сейчас выключу запись, наверное, на Redmi Note 5. Вот. И посмотрим, как же они у нас вместе будут смотреться. Так. Вот они у нас. Так, сейчас мы тут болгарский язык выставим. Так, все языки у нас здесь есть. Мультиязычная прошивочка. Все, в общем-то, замечательно. Так, так. Принимаю. Окей. Так, так, далее. Принять, принять, принять. Больше возможностей. Да ладно уже. С вашими больше возможностей. Так, ну, хорош уже. Ну, что такое? Итак, просит ввести что-то там. Короче, надо подключиться по вай-ваю, я так понимаю. А ну-ка, сейчас я по барику введу вай-вай. Вот, блин, напряжно, конечно, они вот это сделали, что надо в вай-вай вводить. Как не очень прикольно. Вот. Хотелось бы, чтобы сразу все раз и работало. Так, нет же, надо по вай-ваю подключаться. Так, окей. Номер телефона, не понял. Выход. А, пропустить можно. Ну и все. Пропускаем. Нам это больше не надо. Так, это тоже пропустить. Начать пользоваться телефоном. Так, окей. Ну что, все, хорош уже. Задолбали. Сколько можно. И так уже все знаем, как чем пользоваться. Так, вот он у нас, наконец-то, запустился. Оболочка, как видим, работает в принципе не плохо. Что-то яркости маловато. Надо подкрутить еще больше сделать. Так, у нас здесь автояркость убираем. Довольно яркий такой экранчик. Так, в общем-то. Так, а обои может какие-то поярче поставим. Если есть, конечно. Но я тут смотрю, с обоями как-то не густо. Да. Рабочий стол, оба экрана, окей. Так, ну все, все, хорош. Так, что-то как-то с обоями здесь не густо. А так, я смотрю, работает довольно... Блин, классная оболочка работает. Вообще мягко так, прям, знаете, мягенько-мягенько так все. Анимация срабатывает. Вот прям вообще классно. Я до этого ни разу не использовал мобильные устройства Meizu. Но сейчас смотрю, как бы неплохо так. Ну и вот, конечно, сейчас мы сравнение посмотрим. Кстати, и тут же у нас сканер отпечатка пальца у нас сбоку. Вот он. Для тех, кто не в курсе. Кнопочка включения-выключения у нас. Вот. И вот они, собственно, рядом. Сейчас я чехол даже сниму со своего мобильного устройства. Вот. Собственно, единственное что... Единственное что... Здесь 5,8, по-моему, да? Дисплей или 5,7? 5,7. А здесь 6 дюймов. Ну, спереди они, ну, похожи прям. Единственное что у них датчики по-разному там стоят. И камера. Все. А так они практически идентичны. То есть можно даже перепутать. Не свой телефон взять. Если они будут так где-то рядом лежать. И так оп-оп-оп. И все. И чужой телефон ухватили. Так, сейчас мы разблокируем. Неудобно. Так клавиша расположена. Ну, ладно. Так. И вот мой. Собственно. Но работает неплохо. Так. Анимация отрабатывает довольно так... Вообще. Ну, прям мягенько. Так, как видите. Анимация срабатывает. На моем она как-то порезче. Но как-то не так. А на Meizu она как-то мягче происходит. Вот. Сейчас мы камеру протестируем. Посмотрим, что у нас тут с камерой. Так. Окей. Сняли. Фоткает быстро. Это уже радует. Очень хорошо. Так. Ну и фоткает довольно неплохо. Знаете ли. В принципе, я уже хорошо фотографирую. Мне уже это нравится. В принципе, очень даже замечательно. Как видим. Так неплохо. Все в принципе круто. Вот. Анимация у нас отрабатывает на урок. Это мне нравится. Кстати, диктофон у нас здесь встроенный есть уже. Калькулятор. Ну, это такое. Хотя калькулятор кому-то очень может быть полезен. Здесь у нас он даже с процентами идет. Так. А что же у нас тут по системе? По системе у нас здесь. Так. Посмотрим, где об устройстве. Статус юридической информации. Так. Ну, и вот у нас здесь вся инфа у нас. А, здесь еще андроид седьмой стоит. Угу. Так. Флайм 6.3. Андроид. Патч безопасности за 1 ноября 2017 года. Как-то неприкольно. Неприкольно, неприкольно. А где обновление, кстати говоря? А, подожди. Так. Обновление системы. Окей. Войти. Включить ночное обновление. Включить. Ладно. Может быть здесь где-то. Туда-сюда устройство. Окей. Ладно. Статус. Состояние батареи 100%. У нас здесь ничего себе. Батарея полностью заряжена. Это учитывая то, что телефон как бы какое-то время был в пути. Это очень даже неплохо. Так. Лицензия открытого ПО. Право и туда-сюда. В общем, понятно. Так. Ну, ладно. Это я потом разберусь. В общем, что у нас здесь по яркости. Яркость, как видите, максимальная. Такая вот. И минимальная. Тут вообще почти ничего не видно. Вот. Еле-еле. Приметить можно. Так. Где этот ползунок? Я и ползунка уже не вижу. А где он? Вот он. Так. Минимальная яркость вообще. Прямо на моем ноуте, конечно. Минимальная яркость. Ну, примерно такая же. В принципе. В принципе, в принципе. Где-то, где-то так же. Приблизительно. Вот. Во всяком случае. Экран неплохой, могу сказать. Что же. Экран довольно-таки неплох. Где-то, куда-то зайти. Такие эти. Вот так вот. Здесь их сравнить. В принципе, у меня он какой-то более белый. А этот немножко на камере так в синеву, что ли, удается. Ударяется. Непонятно. В общем, что-то. Ну, экранчик явно отличается. Ощущается он более холоднее. Не знаю. В настройках, конечно, можно будет, наверное, выставить. Сейчас посмотрим, где там по настройкам. Так. Выходи. По настройкам. Может быть. Может быть. Где-то. Экран и яркость. Автояркость. Разблокировка. Шрифт. Защита глаз. Цветовая температура у нас. Так. Так. Средняя стоит. Холодная. Теплая. Окей. Мы в теплый тон туда пойдем. А ну-ка сейчас сравним. Как они будут. Ну, и все равно. Все равно ощущается, что экран явно другой. И на Redmi Note 5 мне экран нравится больше. Да. Он как-то более такой... Более получше, наверное, да. Ну, и, конечно же, рамка, как видите. Вот. Такая же, как и у Xiaomi Redmi Note 5. Единственное, что на Mi 6s... Ой, то есть, M6s... Она немножко вот... Кажется вроде как толще. Да. Что-то есть немножко. Она все-таки чуть-чуть толще. Там буквально на сотую миллиметра. То есть, это в принципе немного. Ну, вот так вот вообще как бы незаметно. То есть, вроде кажется, что я одинаково. Ну, в общем-то, нормально. Собственно, телефончик смотрится неплохо. Вот они вместе. Как видите. Redmi Note 5 Pro и Meizu M6s. Так вот они выглядят в сравнении в визуальном. Смотрите. Изучайте. Вот так вот у нас сбоку все. Приложить их. Здесь. Ну, конечно же, классно сделали, что сканер сбоку. Это очень удобно, я так полагаю. Потому что сзади как-то немножко неудобно. Ну, и вот у нас всякие разъемчики там и так далее. Как видите, у них здесь все идентично. Вот прям почти один в один. Единственное, что здесь болтиков нет. Это оно. Это какое? А, на Redmi Note 5 болтиков нет. Все. А так у них все одинаково. В принципе. Ну, вот такой вот замечательный аппарат был, ребята. Так что еще будем делать обзор, тесты будем делать. Все такое. В общем, подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Обязательно ставьте лайк, пожалуйста. Комментируйте видео. Делайте репосты в соцсетях. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok